кикичи здорова что за шарики сзади обычные шарики надувные отдохни чуть геля из них топ голос будет да я в курсе спасибо за инфу бля у тебя на 7 шарики справа в левом углу сверху снизу жук какой-то что блять справа в левом углу сверху снизу тебя справа в левом углу сверху снизу фимос что лучше парирование или увороты как механика в игре как реализовано я считаю что в моей бы игре моей бы игре были бы и парирование и увороты у меня буквально есть идея игры полноценной игры масштабной самой масштабной игры были за всю историю человечества полноценной игры вы просто невероятно игры но мне кажется на ее разработку чтобы 50 миллионов долларов не меньше то и больше поэтому и никогда не будет раньше кто-то мне даст десятки миллионов короче считаю что и парирование увороты имеют место быть так она должна быть реализована грамотно парирование не должны быть дебильным дрочерством идеально в тайминг которая если попал идеально в тайминг то она там прям очень имбово, там нереалистично. Типа, если ты попал идеально в тайминг, то оно прям, как в Dark Souls, полностью оглушает противника. Этот звук, знаете, звук парирования. Вот какой-то дебильный звук, именно дебильный. Как такой звук может быть, если ты парировал оружие чужое? А, 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 игры по 300кк бюджет? 300кк? Ну, потому что моя игра подразумевается, что должна быть мультиплеерная. То есть, получается, может, и не хватит 50 миллионов. Потому что у меня по-любому была бы игра, как бы, ну, не VS-ботиков чисто. Мультиплеер это была бы основа игры. Ну, то есть, сражение игрока против игроков, то есть, пвп. В моей игре пвп была бы основа. Поэтому, да, там, это вообще нереальное количество денег. То есть, поддерживать сервера, там, защита от хакеров это вообще пиздец. Стоит триллиарды. Да и тем более от хакеров, кстати. Хуй защитишься. Все игры взломываются. Яр! Да да яр! Нет, нихуяр! Ни добар! Че, ебанутый попроси, что, блядь? Чел, игру разрабатывать, ты, походу, не понимаешь, сколько денег надо. Чтоб разработать игру, вот позволить себе, кто может выделить деньги. Это человек, который только миллиардер буквально долларовый, может себе позволить выделить деньги на такое. Или это должно быть когда собираться, ну, типа, знаешь, с кучи разных там вот мест. Или это должно быть какая-то крупная компания. Один человек или там, типа, несколько людей не могут выделить деньги на игру. Это очень дорого. Что вообще в чате пишут? Каждый месяц 10к будут оплачивать создание игры. Что вообще несут? Какой-нибудь хороший художник, небось, у него зарплата тысяч пять уже. А у программиста хорошего, там, небось, не знаю, двадцать, блядь, хуй знает сколько. А этих людей надо, блядь, вообще миллиарды, там, чтобы игру создать. Человек, команда человек 30-40 и синий больше. Что за дурацкий вопрос? Как относятся к квадроберам? Что это такое? Я не разобрался точно, что это такое. Эти квадробоберы. Это что такое? Ну, видов боевых каких-то. Или это предмет? Назови топ-3 качества. Скилла для выживания в зомби-апокалипсисе. Выносливость. Выносливость, самоконтроль, умение своими руками что-то крафтить. У меня нулевое умение крафтить своими руками. У меня достаточно слабая выносливость, поэтому шансы будут маленькие выжить в зомби-апокалипсисе. Ну, выносливость очень важна. Допустим, куда-то нужно залезть, чтобы убежать от зомби. Или пробежать. Или чтобы припасы достать, или чтобы от бандитов убежать. Выносливость явно пригодится. Если начнется зомби-апокалипсис, то объединимся. Я умею крафтить и снять практически всех, кто вяжал в руку. Кстати, да, вполне вероятно. Кроме микроэлектроники, он вводить все, что ездит. Но тебе придется меня как-то дефать иногда физической силой. На самом деле, я думаю, время жизни зомби-апокалипсис был бы не такой драматичный, как в кино. Что было бы, это, собственно, в момент, когда ты понял, что что-то происходит, потому что, скорее всего, ты был бы не в эпицентре. То есть, если ты не в эпицентре, ты, скорее всего, узнаешь о том, что что-то происходит только тогда, когда уже буквально мир закончился. Потому что мир буквально закончился за дней 20-30. Это не будет какое-то эпическое, драматическое противостояние. Просто перестанет все работать. Минус электричество, минус вода, минус все-все-все-все на свете. Внезапно минус еда, внезапно в магазинах ничего нету, внезапно где ничего не продается. Через неделю уже вообще ничего, нихуя нету. Убегают какие-то бандиты, все горит. Через пару недель все уже. Зомбаки добивают последних выживших. Это не будет там месяцами, блядь, как-то драматично. Представь ситуацию. Мы поехали залы там в загородную забегаловку. Мы всегда туда ездили брать всякие они скоропортящиеся приколы, так как о ней никто не знал из выживших, кроме нас. И нам не там сделали фраг. До базы 100 плюс, катором. Твои действия. Тебе сделали фраг, до базы 100 плюс, катором. Пиздец. Надеюсь, ты меня к тому бы времени обучил, как на твоем этом автомобиле ездить. Что я смог добраться сам на базу обратно. Мне кажется, опять же, какое-нибудь кино там спустя месяцы в этих магазинах до сих пор что-то осталось. Разнесли бы все в первую неделю. Не может быть такого, что прям никто не знает. В смысле никто не знает. Мы всегда туда ездили брать всякие нескоропортящиеся приколы, так как о ней никто не знал. Никто не знал о забегаловке, в которой есть еда. Кулл стори. Любые подобные места с едой разнесли бы буквально в первую неделю, когда вы додумали, что что-то происходит. А там смешная ситуация была. Наша база была в стороне забегаловки. А люди рядом в поселке не выжили. Вообще никто. Поэтому никто не залутал до нас. Да ладно. Мы когда первый раз туда приехали, все вывески сломали я прикол и спрятали в подсерк. Да ты сверхразум. Мне кажется, кто-то, кто сильно бы хотел есть, а не вы бы проверил бы магазин. А не значит, так пришел и посмотрел. О, тут нихуя нет, уже залутали. Не, все, ухожу. Он по-любому бы проверил. Даже банально вспомни, как я играю в подобные игры. Я захожу куда-нибудь, я аниваю, все проверяю, каждый уголок. А там челы в реальной жизни, которые хотели бы есть, действительно. Прям сильно голодные были. Они его проверили. Ну прикинь, ты реально уже не ел несколько дней, заходишь в магаз, видишь, там все разъебано, думаешь, а ну ладно, там точно игры нет. Серьезно? Ты его проверил? Как тебе концовка Гоматрона? Гоматрон это что? Games of Thrones? А, ужасно. Там не только концовка, там сезон ужасный последний. Нам невозможно смотреть. На твоем ПК сталкер будет летать, что тебя не устроил оптимизация, тебя сильно волнули челы, у которых пока хуже. Так игра же забагованная мнулину. Я посмотрел несколько обзоров, там вообще пиздец. Там и графически, ну, не доделано. Ну, короче, блин. Смысл запускать недоделанную игру, чтобы гореть? Хотел бы себе в реале мультикаст-огр предусловить, что шанс x4 мультикаста равно твое ICQ поделить на 10, но твоя удача уменьшается пропорционально интеллекту. Че за хуйня? Че ты высрал? Какую фразу ты хотел бы сделать на своей могиле? Это за шо? Или погодите, это реальность? Мне все равно. Умер бы за 2 ккбаксов. А как же я? А как же я? А как же я? Что бы ты выбрал? Алмаз или жемчуг? А что дороже? Алмаз, наверное. Или смотри, какой жемчуг. Есть же дорогой жемчуг. Играл Dying Light. Про Dying Light отвечал буквально 50 раз одно и то же. Как-то однажды, очень давно, я сильно заболел. Это было уже настолько давно, что пиздец. Прямо мне настолько хуёло было, что я не мог даже за компом сидеть играть. Так вот, я настолько сильно заболел. И, короче, потом на какой-то день я все-таки мог хотя бы просто что-то смотреть. Я играть не мог, но смотреть что мог. И я смотрел прохождение Dying Light. И я его полностью посмотрел. Так что считай, что поиграл. Потому что я его полностью посмотрел. Ты знал, что Вихряков зетник? Нет. Мне никто об этом ни разу не говорил. Я не знаю, как это воспринимать. Не похоже на зетника. Хуй знает. В скобочках. Нажрался. Наелся. Нахабался. И все-таки, чтобы ты выбрал Эльзу или Алёшу? Эльзу? Я запутался. О чём вопрос? Эльзу или Алёшу? Это что? О чём это? Эльза или Алёша? О чём он говорит? Эльзу. Диско Элизиум. Попробуй додумайся. Пиздец. Конечно, Диско Элизиум выбрал бы, а не Алёшу. Привет. Как относишься к фильмам по книгам Стивена Кинга? Они проходные обычно. У меня есть проблема, как у киномана. Не могу смотреть фильмы новее нулевых. Была ли у тебя такая ситуация, что что-то новое из искусства нравится меньше, чем старое? Ну, постоянно такое. Просто объективно хуже новое искусство. К примеру, самая ужасная ситуация в музыке. В музыке новое практически невозможно слушать. В большинстве своём. Дальше на втором месте стоит кино. Новое кино ощутимо хуже старого. И лучше всего дела обстоят с играми. То есть, если взять из искусства, да, вот музыка, кино, фильмы, то музыка самый пиздец, кино пиздец, игры ещё терпимо. Игры, на самом деле, ну, новые игры хорошие, много хороших игр новых. Достаточно много. Не так много, как раньше было, но достаточно много. Кино мало хорошего нового. Большинство искусства, кино искусства нового хуйня, но есть, что посмотреть в теории ещё. Ну, как бы терпимое такое. Или, по крайней мере, даже иногда хорошее. А вот музыка, вот с музыкой самый пиздец. Дело ещё в том, что стали популярны мусорные жанры музыки. Именно то, что даже музыкой назвать нельзя. Для каких-то дегродов такое ощущение музыка. Для не особо развитых людишек. Это проблема всех поколений. Каждый человек считает, что раньше было лучше, потому что он был молодой, и у него отложились много моменты с детства. Дело не в этом. Я объективно сужу. По крайней мере, стараюсь. Слушай, не-не-не, это полная хуйня. Фильмы зашкварены политотой и повесткой. Ты ещё издеваешься, как вообще можно сравнивать? Причём тут моё детство какое-то. Я знаю, о чём ты говоришь. Я сам отвечал буквально в таком же стиле, когда говорят там, что ты думаешь о новом поколении. Я говорю, что каждый будет говорить буквально... В любое время человечества каждый будет говорить, что там новое поколение хуже. Я отвечал буквально в твоём стиле. Но объективно фильмы зашкварены политотой и повесткой. И не только фильмы. Всё подряд вообще этим шкварится, как только можно. Так как же, может быть, это раньше, типа, лучше или хуже? Ну, типа, очевидно, что раньше могло быть только лучше. Объективно было лучше. Именно объективно. Это не моё мнение, это факт. Потому что раньше они не шкварились настолько. Искусство было больше искусством, чем целью насрать голову. Ну, а музыка... Блин. Раньше была музыка, а теперь не музыка. Попробуй насрать себе Фимос. Игра, которую тебе советовали Браво Старс. Буквально твоя игра мечты Awesome Battle Royale. Я вижу, как она выглядит. Я знаю, что мобильное говно, поэтому нет. Опять минус все деньги. Минус все деньги. У меня Фимос. Биг Фимос. Всё, пока. Биг Фимос, блять, место выигрыша.